ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА КУБОК МОЖЕСТВА Томилинский парк сказок на один день стал большим военным лагерем. Сотни людей в форме цвета хаки, полевая кухня и армейская полоса препятствий. Так выглядит военно-патриотическая игра КУБОК МУЖЕСТВА. Она проходит в городском округе уже около 10 лет. Конечно, мы посвящаем нашу сегодняшнюю игру 75-летию Великой Победы, потому что этот год у нас год памяти и славы, и мы обязаны везде об этом говорить, вспоминать наших ветеранов, посещать их. И, конечно, эта игра – это такая составляющая часть вот этих мероприятий. КУБОК МУЖЕСТВА – это промежуточный этап масштабной программы «К защите Отечества готов». Он рассчитан на школьников среднего звена. В сентябре военно-патриотическая игра проводилась среди учащихся начальных классов. А завершит этот цикл весенняя зорница с участием старшеклассников. Раньше, когда мы начинали эти игры, да, были в основном только одни ученики. Сейчас в большинстве случаев это команды юноармейские команды из школ. То есть те ребята, которые целенаправленно готовятся к армии, которых готовят в школах, и они, естественно, стали показывать достаточно достойные результаты. Сборка-разборка автомата, армейский биатлон, метание гранаты. На пути каждой команды 10 испытаний. В этом году добавили новые этапы – строевую подготовку и самооборону. Каждый день после уроков мы оставались в кабинете, делали всякие упражнения, старались. Потом выходили на территорию школы, натягивали такие же веревки и пытались сделать. У меня команда достаточно хорошо подготовлена. Я думаю, что мы можем рассчитывать на первое место. Мы здесь уже были в прошлом году. Мы заняли Кубок Мужества. И на этот раз 52-я школа показала наилучший результат. Воспитанники клуба «Феникс» стали победителями. А второе и третье места завоевали команды из 20-й и 18-й гимназий. Луизия Игазырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.